Всем привет дорогие друзья! В этом видео речь пойдет о зенитных орудиях флюкабверканоне 8,8 см, которые активно использовались в зенитных батареях Германии до последних дней войны. Флюкабверканоне 8,8, буквально 88 мм зенитная пушка образца 1918 года, также известная как 8-8, немецкая Ахт-Ахт. Германское 88 мм зенитное орудие, находившееся на вооружении с 1932 по 1945 годы. Одно из лучших зенитных орудий Второй мировой войны. Также послужило образцом при создании орудий для танков Panzerkampfwagen VI Tiger. Эти орудия широко использовались в роли противотанковых и даже пылевых орудий. Часто данные орудия называют самыми известными орудиями Второй мировой войны. Масса в боевом положении 5 тонн. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Произведено орудий 17404 штуки. Калибр 88 мм. Согласно Версальскому договору, Германии запрещалось иметь на вооружении и разрабатывать зенитную артиллерию. Но уже в 1920-х годах немецкие инженеры из концерна Круп снова занялись разработкой подобных пушек. С целью преодоления ограничений Версальского договора, все работы по изготовлению образцов велись на шведских заводах Bofors, с которыми у Крупа были заключены двухсторонние соглашения. Унитарный выстрел 105-мм калибра показался слишком тяжелым для полевых условий. Заряжающий не мог бы обеспечить высокий темп стрельбы. Поэтому остановились на промежуточном калибре 88 мм. С 1932 года на заводе Крупа в городе Эссен началось массовое производство пушек. Так появился знаменитый 8.8.88 от немецкого 8,8 см. 8.8. Первоначальное название – Флаг-18. Ее поставки в зенитные части вермахта, сформированные на базе семи моторизованных зенитных батарей Рейхсвера, начались в 1933 году под обозначением 8.8 «Зенитная пушка-18». Указание 18 в названии намекало на 18-й год и было сделано с целью дезинформации, с тем, чтобы показать, что Германия придерживалась условий Версальского договора, который запрещал разрабатывать зенитные орудия. Против самолетов использовались осколочные снаряды с дистанционным взрывателем. Начальная скорость такого снаряда составляла 820 м в секунду, при весе снаряда – 9 кг. Заряд взрывчатого вещества составлял 0,87 кг. Досягаемость по высоте этим снарядам достигала 10 600 метров. 88-мм «Зенитные пушки» использовались для обороны позиций в тылу, защиты городов, складов, промышленных предприятий, вокзалов, мостов и других объектов от воздушных налетов на большой высоте. Также эти пушки до 1943 года входили в гарнизоны зенитных башен Люфтваффе, где составляли тяжелую зенитную артиллерию. Позже они были заменены на 105-мм и 128-мм зенитные пушки. Эта пушка обычно использовалась батареями по 4 пушки, которые входили в состав тяжелых батальонов ПВО. Для управления огнем любое количество пушек можно было соединить в батарею с присоединением к командному пункту. Такой центр включал в себя трейлер с генератором, трейлер с поисковым прожектором и приборы наведения на цель. Все орудия батареи подключались к такому командному центру. При защите объекта во время ночных налетов союзной авиации сначала проводился поиск и захват цели прожектором. Оператор установки наведения должен был визуально отслеживать цели. Приборы же, встроенные в установку слежения, автоматически выдавали данные высоты цели и угла над горизонтом прямо на приборы наведения каждой зенитной пушки. Каждый из приборов, высота и угол цели были дублированы. На малые циферблаты выводились данные из командного центра. Все, что оставалось сделать наводчику каждой пушки, это выставить точно такие же значения на больших циферблатах, то есть навести на цель собственную пушку. Таким образом, огневая мощь всей батареи могла быть сосредоточена на одной цели, что создавало плотный заградительный огонь. Также для наведения зениток по самолетам, которые летели на большой высоте, использовались данные с радиолокационных приборов. Точность приборов была плюс-минус 100 метров, поэтому для наведения задавался определенный сектор обстрела, по которому вела огонь вся батарея, или несколько батарей. При таком способе стрельбы растраты боеприпасов были очень большими, от 5000 до 8000 снарядов на один самолет. Интересный факт, что иногда суммарная стоимость израсходованных для уничтожения самолетов боеприпасов превышала стоимость сбитого самолета. Но считалось, что ущерб, который мог нанести этот самолет, превышает стоимость снарядов. 88-мм зенитная пушка была удачной пушкой, которая гармонично сочетала в себе высокую дальность, быстрый темп и точность стрельбы, с относительно небольшим весом и простотой. Она не только не уступала своим аналогам, которые имели на вооружении войска противника, но завоевала себе почти легендарную славу, как эффективная универсальная пушка, одинаково грозная для самолетов и танков противника. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить нового. Всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok